Так можно подключиться, пока вы платите за квартиру, за водичку, которую вам поставили за место, а вам пациенты пришли, подключились, и пока вы уходите. Поэтому вот выскакивает такой security notification, что сейчас к вашему браузеру подключился какой-то ведомый или неведомый друг. Убрать это, к сожалению, нельзя. То есть если ты отменой не закрываешь, то оно запрещает делать черную кич, которую вы уходите. Ну, я думаю, демо. Вот как вы думаете, опять-таки, сейчас протестировал я круто или нет? Очень круто. Прям топово. Детей это не со мной. Я ему стук, он говорит, что отправил данные, я рефрешил. И он говорит, чувак, вот это ты натестировал на 10 рисков. Опять-таки, мы идем в наш проповый UI и видим, что что-то мы там протестировали. И мы протестировали add to do и он to do. То есть какой-то JavaScript у нас там вызвался. Но вот мы видим, что есть еще куча методов, которые мы видим, что не протестированы. И вы вот уже видите, что у вас не работает. Если вы нажмете сюда, то здесь вы видите, что у вас тот самый тест, демо, который я сейчас делаю. Если я буду идти сюда дальше и говорить, что окей, ладно, задолгали, потестирую еще, пофиксил там, удалил. Что я еще могу сделать? Вот так, вот так, вот так, вот так. Клир. И говорю, что два. Вот такой я тестировал. Ну, если вы знаете, у меня есть приз лучшего UI, я вот так тестирую. Это он говорит, пять. И я говорю, вау, я, короче, снизил риски. Приходишь к этим менеджерам, я снизил риски. Чувак, give me my magic. А он говорит, брат, ты, конечно, классный UI, но блин, РВ, ты дитс, ты не сделал. И ты такой, тот же, он не сделал, хорошо. Но это все руками. То есть, я буду фиксировать до укоротости, и оно было покрыто, вы должны не поверить. Так обычно он все цеплял, говорят. Теперь показываю подвыходы. То есть, мы своим тестировщиком принесли всего лишь флогин. Внимание, всего лишь хром-флогин. И сказали, ребята, вы когда начинаете тест-сессию, вы, пожалуйста, в начале теста жмите зеленую клипку, нажимаете старт, когда вы закончили, жмите стоп, и пишите адекватное имя, пожалуйста. Естественно, что это в будущем будет крутым виджетом нестись по страничке, вот так вот. Ну, это все будет. Ну, сейчас уровень идей и уровень вот такого MVP. То есть, вот это сейчас можно привезти в любую команду, и оно уже будет работать. А потом там, ну, уже раскухоливать его там до этих праздников уровня. Соответственно, и вы будете знать, как ваши решения тест-сессии вообще проходит. Потому что вот эти штуки, типа, мы протасиловали, не знаем. Прямо, ну, сложно. Что это вам даст, я вам покажу потом. Есть у меня простые автотесты на Java. Я думаю, стандартная ситуация. Мы такие все, так, у нас, не знаю. Вот это такая интересная ситуация, когда компании говорят про какие-то трансформации там и все. Они говорят, значит так, у нас есть, ну, в Frontend на JavaScript, BG на Python либо C-sharp, а автотесты у нас на Java. И ты думаешь, ну, пацаны, так вы уже изначально начали нефравить. Это все понятно, почему? Потому что Java, 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 Mono, они там все Selenium Drive выучили, и есть, типа, Лукой на Харе. Но никто не учитывает, что, как бы, внося в вашу инфраструктуру еще и Java, вы приносите себе еще одну аголовняка с тем, что эти ребята ни с кем общаться не будут. Потому что джависты, они такие. Если я не слышу вражеские вот такие позывы, типа, JavaScript, ну, кем, то они прямо закрываются и живут в своей экосистеме таким «трай» на английском языке, группой, людей, которые, знаете, боевые люди, закрываются щитами и говорят, все, вот мы тут будем овнить только вот этот фреймворк, чудом написанный, там, выстраданный, извините, ну, у нас Selenium, читали, и все. Соответственно, сука, тесты на Selenium, они будут сбежать в Selenoide, ну, боже, без этого сейчас не туда, если Selenoide нет, можно на вакансию даже не аппликаться. И что я сделал здесь? Единственный, как бы, я знаю как, есть экстеншн, этот, что нельзя, если кто-то сейчас не распарсил, точно так же это будет работать с лисинерами в TSNG, просто сделано явно, ну, иначе, если я вам рассказывал, что где-то там, лисинер не явно подключил, чем буду неправильно. То есть все, что я делаю, я, если не хочу кавридж, я буду не ходить вовсе. Уже даже разучился комик. Если вы хотите включить кавридж, вы говорите, ну, ладно, распробуйте, попробуйте, что вы включаетесь где-то, мне это поперенесили. Ну, я говорю, ладно, короче, рано. Сейчас будет смешно, если оно пойдет. И вы, короче, сидите, ждете, кипятится оно там, и оно учвало, да? Ну, короче, бегут тесты, где-то сидят, ждут результата. Оно репорт дает, там все прекрасно, камеры, дата сети. И мы заходим сюда, и он говорит, у вас один риск остался. Ну, все тесты зеленые. Вот если бы я, я хотел сделать это все в упражнении в начале, но если бы я запустил в начале, вы бы мне никогда не ответили, сколько рисков у меня есть, сколько я протестировал, и как прачественно я протестировал. Теперь я иду сюда, у меня один риск, ну, я знаю где он, он здесь, но это недостижимый код, он сделан специально, чтобы вы понимаете, да? Если я сейчас все покрыл, и начали не хлопать. Так было бы не было. Один риск есть, что с этим делать? А для таких нет. Вы смотрите, то есть вы достаточно хорошо протестировали, ну, свой фронтенд. Давайте обдекуку, это если вы подключите еще на бэкэнде drill, то у нас будет общая борта, и вы скажете, фронтенд у нас вот так, бэкэнде так, ну, короче, все красиво. Ну, вы такие смотрите, а что за инжект? И вот тут вам надо включить детский скилл. Главный детский скилл какой? Вопрос на кем. И кому не верь? Да нет, нет. Гугл, нет. Все кем-то захотели. А нет, надо открыть рот под этих разработчиков и спросить, а что за метод инжект у нас ходит? Если честно, то у нас здесь в респонсе, как вам это показало? Сейчас я вам садю весь внутренний. Ну, это же раскрытность. Здесь вот, если вы видите, прямо у меня есть мета информация, где этот метод есть. То есть мне не надо даже ходить к разработчику, я знаю, что в файле application.ts в одиннадцатой линии в восемнадцатой колонке у меня, короче, этот метод есть. Для того, чтобы мы там начали кричать, что покажи ход, подлец. Чтобы все знали. Application.js Подготовьте сейчас, мне уже остыть. А, нет. Аппликейшн.ts Сейчас я надеваю. Ну, как, слим, тайный тип, говорит тип. OpenList Visual Studio. Нет. Это JavaScript. Вот так джилисты входит в JavaScript. Вы думаете, это так просто? Вот, короче, туту-контрел, здесь есть метод инжект, и мы можем его увидеть. Ну, там, просто надо чуть-чуть ниже построить. Я, короче, сам уже знаю, где у меня этот метод. Мне не надо ходить к этому чуваку и догадываться. Но суть в том, чтобы наладить отношения в команде, позаботиться об этом все, устроить культуру инженерную, надо следить все-таки и спросить. Только надо спросить, типа, чувак, а вот этот инжект, он вообще что такое? Ну, потому что все-таки, если вы пойдете в реальный аннулар или реакт, то там, мягко говоря, реальность должна слышать, ладно, понять, что происходит. Соответственно, вам все равно придется в какой-то момент обращать внимание в код и спрашивать, что за такие методы, и почему мы не можем их достичь. То есть мы написали миллиард тестов, а не можем их достичь. Но это уже момент второй. Это то, что, возможно, у вас во прикухе есть место, и код, который, блин, написан, но никем не используется. И его надо просто удалить. Это вот то, что может вам вскрыть, вот когда вы откроете этот черный ящик, то вам может вскрыться, но он интересен. Вот как Коля рассказывал про static-анализ, да, там может вскрыться букетик такой небольшой, то вот эта штука вам вскроет еще один букетик, и вы с этими букетами можете уже идти к менеджерам и говорить, смотрите, почему все так плохо у нас работает, а вы говорите, неэкессивно мы имеем. Ну, не, просто не получается почему. Теперь, значит, смотри... Теперь, значит, как их пользоваться? Если мы возвращаемся к этому байплайеру, это работает как? У вас здесь унитесты, они бегут, если они упали, вам, блин, пофиг на покрытие, вам надо их лопчинить. Нет смысла смотреть на программу, которая функционально не работает. Оно все флешит в сонах, ну, допустим, в сонах, в триу там, короче, в какой-то ПК. Потом бегут интегрейти-тесты, они тоже флешат результаты кавериджа в сонах. Если оно падает, нет смысла бежать, или мы там плохо покрыли, вы идите, чините функциональность, которая работает. Потом бегут ваши чудесные N2N-тесты, неважно на каком языке там, если они не прошли, нет смысла смотреть на каверидж. Вам надо починить N2N-тесты, локаторов написать, там, в общем, сделать резюме. И вот, когда оно все вот это позеленило, все зелено, вы тогда идете в этот сонар, или там, триу, свой чудотул детский, который там заофигировал кунг-фу, и смотрите, сколько у вас там этого цифр, циферя. И вот если эти циферя вам нравятся, вы говорите, ну, классно. А если не нравится, то вы что-то с этим делаете. Что такое нравится, не нравится, я думаю, объяснять не надо, что-то решить должна команда. То есть, если вы все там пожали руку и сказали, что 2% для вас это супер-классно, и вы поедете все еще на Селинкемпе это рассказывать, окей, это ваша карма. Живите с этим. Если вы решите, что 100, тоже работайте больше, это важно. То есть, нет смысла, вот я этот слайд объяснял многим людям на листике, и сказать, что нет смысла обращать внимание на каверич, когда ваш продукт просто функционально не работает. Это другой уровень проблемы. Ну и benefit. То есть, мы можем минимизировать регрессию, если мы знаем вот эти перекрытия юнит-тестов, то есть там агрегации делать. Мы можем, вот как Дима сказал, меньшим количеством тестов наносить больше пользы. Можем дубликацию убирать. Мануальные тестирования не можем вообще убрать. Если мы вот плаги видели, запустили, и нажали здесь, сейчас еще 2 секунды и не заканчиваю. Если мы нажали здесь на тест, например, мы видим, что демо, и оно протестировано десятью тестами. Блин, зачем делать дешевой тест? Ребята, камон, уберите его вообще, уберите того, кто это делает. Соответственно, мы можем корректировать на продакшн, не делать Дима. Это прямо самая у города идея. Но такое тоже можно делать. И что это даст? Это вам, во-первых, покажет неиспользуемый борт, а второе – это может показать, что есть функционал, который вы тестируете не просто до 6 утра, а в продакшн – не больше. Где никаким бортам? Такое нужно быть в смысле, подождите. Либо наоборот. Есть функционал, который пользуются 6 миллиардов человек, а у вас на них один автотест. И вы такие как-то вот так. И вы можете реверс-инженерить, но это прямо совсем аляйные штуки. То есть когда вы там в коде делаете какие-то изменения, а вам какой-то борт присылает борт, или чувак, вот фиксы на борт. Но это будет в следующем году на своем канале. Приходите в следующий раз. В общем, всем, кому интересно, вам надо пойти на эти ссылки. Если вам интересно именно про JavaScript отдельно, вам надо прийти ко мне. Я вам дам попробовать, потому как цель сейчас – попробовать его прямо на максимуме проекта. Для того, чтобы отступить прямо по максимуму проблем. Продолжение следует... ...